Приветствую вас на своем канале. Сегодня коротко хотелось бы поговорить о рациональной эмоциональной поведенческой терапии или сокращенно РЭПТ. И почему именно ее я рекомендую для преодоления тревожно-фобических расстройств. Рациональная эмоциональная поведенческая терапия была основана Альбертом Элисом. К сожалению, его уже нет в живых, но учение его живет и будет жить в связи с высокой эффективностью. Биография Альберта Элиса достаточно огромная и там много чего интересного. Но я боюсь, что в рамках нашего видео для вас эта информация будет несущественной. И хотелось бы заострить внимание на особо интересных моментах его автобиографии. Дело в том, что основную мысль, которую Альберт Элис хочет донести до нас о своей терапии, это следующее. Он считает, что невроз это выбор. То есть любое эмоциональное состояние ваше, это ваш выбор. Как бы вам ни казалось, что какие-то внешние факторы влияют на вашу жизнь и только они определяют ваше психоэмоциональное состояние, это неверно. На самом деле вы выбираете, как реагировать, насколько яркие эмоции испытывать в данный момент. Только вы. Только вы это определяете. В мире происходит очень много вещей, которые нам не нравятся. В мире происходит очень много вещей, которые мы не можем изменить. И в этих ситуациях, как вы знаете, единственным решением проблемы является изменение отношения к какой-то конкретной ситуации. Но это и является проблемой. Кажется, как изменить это отношение, когда ситуация из рук вон плохая. И здесь приходит в голову история Альберта Элиса. История его малых лет. Когда ему было всего лишь 5 лет, он попал в больницу. Это был какой-то 1923 год, по-моему. В те времена, как вы понимаете, ангина и как впоследствии у него нефрит у него был. То есть это было тяжелым достаточно заболеванием. И когда он попал в больницу, там, представляете, палата на 100 человек. Все в одной палате. И в тот момент его жизни у него родился младший брат. И мама не имела возможности попросту навещать маленького Альберта. И он замечал, что ко всем больным, ко всем детям в палату приходили родители. Навещали, приносили угощения, подарки и так далее. И он не мог понять, почему с ним вот так вот несправедливо, да, почему к нему не приходит. Он плакал, рыдал, да, истерил, расстраивался каждый раз. И в тот момент, когда вспоминает уже взрослый Элис, в тот момент у него произошел первый инсайт. То есть как зарождалась Рэпт, да, в тот момент. Он подумал, да, вот послушайте, 5-летний ребенок, да, подумал, можно дальше продолжать. Можно истерить, плакать, сопротивляться, да, тому, что есть на самом деле. Но это ни к чему не приведет, кроме к тому, что человек будет постоянно расстраиваться. То есть обстоятельства не изменятся. И он посмотрел на своего соседа, а ему принесли вкусные конфеты родители. Тогда нужно подойти к нему и покушать эти конфеты. Тебя же угостят, ну, потому что к тебе же никто не приходит. Вот, и тебя будут угощать. А вон к другому соседу принесли цветные карандаши. Можно пойти с ним порисовать. То есть маленький Альберт подстроился под ситуацию и стал находить для себя, ну, как это странно не звучит, выгоду, да. То есть в этих обстоятельствах, в которые он попал, у него есть позитивные аспекты. То есть его угощают, с ним играют, ему предоставляют все блага, которые приносят родители. И тем самым реакция изменилась. То есть смотрите, что изменилось. Вот эта истерика, слезы, негодование, да, возмущение, расстройство по поводу того, что тебя не навещают, переросли в положительные моменты. Эта история с маленьким Альбертом Эллисом как раз показывает то, как человек может, это по силам каждому, изменить ход своих мыслей в той ситуации, в которой, казалось бы, ничего нельзя изменить. Вот. И этот пример как раз это ярко отражает. Но не все можно изменить только лишь мышлением. Очень часто, особенно в историях с иррациональными страхами, с фобиями, вступает в работу поведение. Это тоже немаловажно. И поэтому здесь рэпт тоже приходит к техникам, взятым из поведенческой психотерапии, в частности систематической десенсибилизации. То есть, для проработки фобий, если мы возьмем пример Альберта Эллиса, у него было фобии две. Первая фобия – это страх публичных выступлений. И вторая – это панический страх женщин. То есть, Альберт Эллис очень сильно боялся женщин. Понимаете, страх был настолько сильным, что, оказываясь с ними рядом, он терял дар речи. Просто его парализовало. Вот. И в определенный момент в своей жизни он понял, что дальше так быть не может. Да, вот дальше так нельзя жить. Это невозможно. Да, вот не общаться с женщинами, да. Тем более, он смотрел на всех женщин, на всех женщин, как на объект эротический. Да, поэтому для него это было принципиально важно. И он решил, что лучше умереть, чем так жить. Понимаете, к чему человек пришел? Лучше умереть, чем вот так вот жить. Это я хочу сказать тем людям, у кого панические атаки, вот эти фобии, которые парализуют человека. И они спрашивают, а как преодолеть, как преодолеть, как преодолеть эту панику и страх? Вот, вот что говорит Альберт Эллис. Лучше умереть, чем так жить. То есть вы должны быть готовы на поступок, благодаря которому вы должны будете переступить через этот страх. Другой техники нет. Все ищут какую-то технику против страха. Ее нету. Просто в один прекрасный момент вам нужно это преодолеть. Вот. И проведу там столько времени, сколько она позволит, либо позволит время и погода. И отступить от этого правила можно только при одном случае. Если будет дождь. Вот. Если дождь пойдет, то есть он мог в качестве своего оправдания просто не идти на данный поведенческий эксперимент. Вот. Но к его радости или к его разочарованию погода была хорошая. И Альберт Эллис просто подходил на лавочку и подсаживался к женщинам. К незнакомым женщинам. Да. И делал так постоянно. По его статистике он сделал так 130 раз. И 30 раз из которых, из 130 и 30 раз, женщина просто попросила его уйти. Да, пожалуйста, там, уйдите. Вот. А оставшиеся 100 раз он достаточно, ну, непросто, скажем так, преодолевал. Свой страх. И что случилось? О чудо, через месяц у него не осталось фобии. Не просто ему стало легче, а ровно через месяц, 130 раз в такой практике, у него не было фобии вообще. То есть он абсолютно свободно мог находиться рядом с женщинами и общаться с ними. Это, к слову, о преодолении вашего страха и ваших панических атак. Так, кто из вас 130 раз зашел в гипермаркет насильно с попыткой преодолеть свой страх? Нет. Все охватали молоко, хлеб и быстрее убегать, чтобы паническая атака не случилась, не дай бог. Вот. И поэтому вот такой подход нужен, я имею в виду поведенческий момент, в преодолении фобии. Вы не можете преодолеть фобию, если вы не переступите однажды через этот страх. И все поиски какой-то техники, которые смягчат выход из этой зоны комфорта, бесполезная трата времени. Поступайте как Альберт Элис, преодолейте, составьте себе стратегию, план. Я буду ходить в гипермаркет или еще куда-либо, или выходить на улицу, где вы боитесь. То есть, ровно каждый день, в такое-то, такое-то время, преодолевая свой дискомфорт, ну, к примеру, 40 минут оставаясь в дискомфортном месте, только тогда, через месяц вы получите улучшение своего состояния, а возможно даже фобия исчезнет вовсе. Для терапии Альберт Элис привел схему ABC, которая основывается на трех научных открытиях 20-х годов. Первое, конечно же, это учение Павлова и вторая сигнальная система. Второе, это выгодские и искусственные стимулы. Третье, это Ухтомский и его доминанта. ABC или ABC формула представлена следующим образом, в которой А, это активирующее событие, перейдем сразу в конец. С, это ваше поведение, ваши чувства, да, исходя из этого события. И посрединке Б, это ваше верование, ваша вербализация, ваша внутренняя речь, которую вы себе сами говорите, думаете, скажем так, перед тем, как испытать С, реакцию. Как это, на примере, смотрите, предположим, вам нужно выступить публично завтра или там послезавтра. И вы готовитесь, да, начинаете дома перед стенкой рассказывать, да, что-то. Вы спокойны, правда же, плюс-минус. Язык не заплетается, все нормально. Либо вам нужно будет сыграть на инструменте, на гитаре, там, на фортепиано. Что-то нужно сыграть. Когда вы играете дома, один на один с собой, как бы все неплохо, все нормально, да не нервничайте, все хорошо. Но смотрите, что меняется, когда вам это все нужно сделать публично. Казалось бы, что изменилось? Да, вот что изменилось? Я сижу, играю дома, либо я играю на публике. И там, и там я играю, я осуществляю то же действие. Но что меняется? Заметьте, ага, страшно становится. Почему страшно? Ведь вы делаете то же самое, что делали дома. Видите, как интересно получается? В этот момент мы понимаем, что здесь участвуют наши мысли, наши, как я уже сказал, верования, наша внутренняя речь какая-то, внутренний диалог. То есть, почему мы начинаем тревожиться на публике? Ага, что о нас подумают? А если я ошибусь? А подумают, что я неудачник, ни на что не способный. Это же катастрофа, ля-ля-ля-ля. И вот такие вот мысли создают тревогу. Понимаете? Вот именно с этими мыслями и призвана работать рационально-эмоциональная поведенческая терапия. То есть, в этой формуле А, Б, С, Б, наши верования, они состоят из определенных убеждений. Ведь смотрите, когда мне нужно сыграть произведение публично, я начинаю бояться, потому что сразу начинаю катастрофизировать. Ага, если я ошибусь, это же ужасно. Посчитают, что я неудачник, я никогда не смогу играть, у меня не получится стать там условно музыкантом. Все. И вот эти вот иррациональные убеждения как раз и создают тревогу и страх. Вот именно с этими убеждениями призвана работать с рационально-эмоциональной поведенческой терапией. Именно поэтому вам необходимо будет научиться эти убеждения извлекать в каждой ситуации, в которой вы испытываете деструктивные вот такие вот чувства. Ну, в той ситуации, которая вам не нравилась, в той ситуации, в которой вы хотели бы изменить. То есть, говоря проще, в каждой ситуации, связанной с вашим неврозом, есть определенные иррациональные убеждения. Их четыре. Их не так много. Их четыре. Первое – это иррациональные требования. То есть, вы считаете, что в данной ситуации должно быть так, как вы решили. То есть, формула невроза простая – должно быть так, как я хочу. А то, что мне не нравится, быть не должно. Вот. И когда у вас существует такое требование догматическое, и вы видите в жизни, что оно не соблюдается, у вас возникает сбой этой программы, и выстреливают следующие иррациональные убеждения. Как обычно, это катастрофизация. То есть, катастрофа, если не так, как вы хотели. Потом, непереносимость дискомфорта, либо низкая терпимость фрустрации. То есть, если так будет дальше, я не выдержу. Вот в истории с вашими симптомами телесными в неврозе. Если симптомы будут, я не выдержу просто. Сойду с ума или что-то случится. И четвертое иррациональное убеждение – это обесценивание. То есть, при этом всем, если мое требование не будет соблюдаться, моя жизнь какая-то пустая, у меня ничего не получится, я буду всю жизнь мучиться, я ни на что не способен и так далее. Вот эти иррациональные убеждения будут выстреливать, заменяя друг друга в зависимости от различных ситуаций. У каждого человека эти требования и эти убеждения есть. И проблема в том, что каждый из нас, не освоив метод РЭПТ, он не может, не может изменить свою реакцию, потому что не владеет методом. Именно поэтому вот те люди, кто страдают тревожными расстройствами, все мы в свое время хотим стать психологами. А почему? Почему все люди, большинство людей хочет стать психологом? Потому что они считают, что тем самым можно решить свою эмоциональную проблему. И здесь, о чудо, получается, что ни в одном институте, связанном с психологией, не учат этому методу. Не учат, потому что это всегда будет дополнительное образование. То есть обучение методу проходит уже после получения вашего диплома психолога. И только тогда вы сможете освоить вот эту работу с этими убеждениями. Или обратиться к психологу и психотерапевту. Именно поэтому многие люди сами не могут справиться. Конечно, вы не можете справиться со своим неврозом, потому что вы не умеете это делать. Вы не умеете извлекать ваши иррациональные убеждения в каждой ситуации, в которой испытываете негативные эмоции. То есть мы учимся на терапии замечать эти убеждения и выводить их в сознание. То есть вы научитесь осознавать эти убеждения. Потом мы проверяем их на прочность. То есть мы проверяем, насколько они вам помогают в достижении вашей цели. И насколько они вообще иррациональны на самом деле. И когда вы это увидите, когда мы докажем иррациональность этих убеждений, вы увидите, какая глупость то, что я считаю. Какая глупость думать, что сейчас будет конец света, если я провалю этот экзамен, не сыграю эту симфонию, либо не познакомлюсь с той девушкой. То есть вы, когда это увидите, что это глупость, только тогда мы начинаем формировать новые убеждения, которые будут приводить к конструктивным каким-то событиям. То есть эти убеждения новые будут вытеснять старые. Тем самым мы будем понижать градус тревоги, страха и вообще всех деструктивных чувств. Поэтому этот метод является очень эффективным. Этот метод является самым краткосрочным методом для лечения тревожно-фобических расстройств. И в дальнейшем я еще буду делать видео на эту тему. Буду показывать, как это делать более правильно. Конечно же, это лучше делать на примерах, в разбор конкретных ситуаций. Потому что когда я сейчас рассказываю, я говорю просто обо всем и ни о чем. А когда идет работа в рамках РЭПТ, допустим, когда обучают рационально-эмоционально-поведенческой терапии, каждый РЭПТ-терапевт должен сам пройти личную терапию. То есть мы не просто почитали книжку, как надо вот тут вот делать, как выявлять иррациональные убеждения, как их заменять. А мы прошли личную терапию. То есть каждый из нас, из людей, кто проходил обучение РЭПТ, мы выносили свои личные проблемы, мы разбирали их, извлекали убеждения, учились это делать, учились формировать новые убеждения и заменяли их. И формировали такой навык, переводя его в действительности в привычку, вплоть до того, что сейчас все реже и реже, или практически вообще приходится не использовать даже дневник для работы со своими какими-то проблемными жизненными ситуациями. Именно поэтому РЭПТ-терапевты могут научить вас, вот мне проще научить вас, это сделать, потому что я лично проходил это на своих личных проблемах, а не просто где-то там в книжке прочитал. Поэтому, друзья, метод эффективен, метод доказан, метод работает, и поэтому я рекомендую присмотреться к нему. Я еще в дальнейшем буду освещать данную тему. Всем удачи, всем здоровья, до встречи, пока! Пока!